Щелочные металлы Заряды ядра. Атомы всех щелочных металлов сравнительно легко отдают наружный электрон. Заряды ядер атомов под группе возрастают от лития к Францию. Возрастают и радиусы атомов, а связь валентного электрона с ядром ослабевает. Это и обуславливает химическую активность щелочных металлов. Так при взаимодействии с водой металлический калий реагирует более энергично, чем натрий. Щелочные металлы хранят под слоем керосина. На воздухе металл окисляется, исчезает блеск, появляется белый налет. Это оксидная пленка. Она не играет защитной роли. Как проявляется высокая химическая активность щелочных металлов при взаимодействии с галогенами? Гидроксиды щелочных металлов, например, едкий натор, разъедают кожу и ткани. Поэтому такие основания называют едкими щелочами. Едкие щелочи легкоплавки. Гидроксиды щелочных металлов, кроме гидроксида лития, хорошо растворимы в воде. При этом выделяется большое количество теплоты. Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с едкими щелочами? На воздухе, под действием водяных паров и углекислого газа, гидроксиды щелочных металлов расплываются. Этот процесс можно рассмотреть на простом опыте. Пропустим углекислый газ через раствор едкого калия. Что происходит? Теперь выпарим жидкость. Получилось белое вещество. Исследуем его. Добавим кислоты. А выделяющийся газ пропустим через боритовую воду. Сделайте выводы на основе этих наблюдений. Привычно для нас, что соли щелочных металлов необходимы в медицине, химической, пищевой и текстильной промышленности. Карбонат натрия. Карбонат натрия сырье для производства стекла. Но не все знают, что свойства щелочных металлов и спускать электроны под действием света применяют в фотоэлементах. Например, в экспонометрах. В авиационных двигателях щелочные металлы используют в качестве теплоносителей. А хлорик натрия, обычная поваренная соль, идет на изготовление призм, пропускающих ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Такие призмы важные детали многих современных приборов. Продолжение следует...